Мы люди в своем большинстве привыкли, что страдания это синоним зла, это плохо, это боль, это я так больше не хочу, хватит с меня и до каких пор это будет продолжаться. Ну черт возьми, мы с вами живем в мире, в котором постоянно происходит боль и страдания. Вы не подумайте, я не садист или мазохист, у меня нет намерения множить страдания, скорее наоборот. Этим видео я хочу облегчить нашу участь путем того, что мы попытаемся, я говорю попытаемся, докопаться до сути. Мы с вами живем в мире, в котором постоянно происходит страдание. Идем по траве, она сминается под нашими ступнями. Мы срываем овощи, разрезаем их и едим. Мы спиливаем деревья, распускаем на доски, мы видим, как дикие животные нападают на травоядных, антилопы стадами умирают от зазы. Да что уж там, мы сами едим животных и увы, но убиваем друг друга. Мы с вами часть такой вот экосистемы, такого вот мира. И было бы глупо наивно полагать, что страдания нас обойдут стороной. Может вместо того, чтобы бежать от этого, мы наоборот приблизимся и попытаемся понять механизм наших страданий. И как бы это парадоксально не звучало, но увидеть пользу в происходящих процессах. Я за собой стал замечать, что о многих вещах говорю сложным языком. И то, что мне кажется, должно быть очевидным для всех, на деле это не так. У меня слабо работает эмпатия. Мне сложно почувствовать другого человека. А потому приходится заранее давать себе установку. Прямо в сценарии прописывать, что надо сказать вот это и вот это. Не забудь произнести вот эти слова. Потому что ты заколебал уже, никто вокруг не читает твои мысли. Их надо озвучивать. То, что ты узнавал неделями, теперь расскажи людям последовательно. А не думай, что они так же неделями читали вместе с тобой твои черновики. Так вот к чему я это все. К тому, что мне надо бы пояснить, что такое боль и страдания, какие виды бывают. Знаю, что это может показаться совершенно очевидным обсуждением. Но давайте мы вместе проговорим, чтобы мыслить на одном и том же уровне. И оперировать одними и теми же понятиями. И чтобы наша логическая цепочка выстроилась в дружную линию. Собственно, боль и страдания я бы разделил для нашего обсуждения на два типа. Это физическая, ай, боль. И душевная, ой, боль. Это раз. Второе. Это то, что есть два основных пути страданий, по которым они к нам приходят. Первое. Это когда мы не получаем то, что хотим. Я называю этот вариант изи. А второе звучит почти наоборот. Это когда мы получаем, но то, чего не хотим. Давайте назовем его жесть. Третье, о чем поговорим касательно страданий, это степень градации. От слабой до сильной. Четвертое, я считаю, самое важное. Наша индивидуальность. Наше личное отношение к страданиям. Это самое важное, потому что нет эталонной шкалы страданий. Нет общего какого-то мерила или правила. Их сила и степень определяются страдающим человеком. Вот это поворот. Значит, первое. Физическая боль. И представляете, этому даже дано четкое научное описание. Причем не кем-нибудь, а международной ассоциацией по изучению боли. И АСП. Есть такая. Так вот, она говорит, боль, неприятное сенсорное или сенсорное и эмоциональное переживание, связанное с истинным или потенциальным повреждением ткани. Та же организация и АСП, даже на физическую боль, дает более расширенное описание. Боль, нечто большее, чем чистое ощущение, связанное с существующим или возможным повреждением нашего тела. Поскольку обычно оно сопровождается эмоциональными переживаниями. То есть, тут врачи прям вот едины с мнением народа, что боль очень часто сопровождается с эмоциональными, а я бы добавил душевными переживаниями. Ну, конечно, это не одно и то же, хотя по ощущениям может болеть прямо в одном и том же месте. И, по правде говоря, намечая только идею этого видео, ну, ведь все начинается с идеи, я думал в первую очередь о душевных страданиях. Ну, потому что с физической болью как-то все понятно, думал я, пока не узнал, что и физическая боль способна перерасти в душевные страдания. А потому синонимами страдания можно назвать боль, страх, неизвестность, разочарование, фобии, психика, стресс, дискомфорт. Вот давайте и поговорим более детально о моральной, ну, то есть эмоциональной стороне страданий. Как я уже сказал, есть два основных пути, по которым страдания к нам поступают. Помните? Изи и жесть. Вариант изи. Мы чего-то хотим, но не получаем. Знакомо, да? И как результат, внутри нас начинается, ну, такое дискомфортное состояние, которое может перерасти в навязчивую идею, а затем и в мучительные страдания. Не удовлетворенность жизнью? Ну, это как-то вот слишком общее понятие. Давайте вычленим. Неразделенная любовь. Есть такое? Есть. Несостоявшаяся карьера. Годится. Неспособность родить ребенка. Никто не зовет замуж. Низкий уровень дохода. Неспособность купить жилье. Список бесконечный, как упреки твоей тещи. У каждого свой number one. Но главную суть вы поняли. Внутри человека есть желание. Чего-то. И чем сильнее это желание, тем больше уровень стресса и дискомфорта человек может испытать, если не получает желаемого, ну, какой-то обозначенный им самим, кстати, период времени. Дорога ложка к обеду, иными словами. Кабриолет хочется пока тебе 18. Когда 68, то уже не так хочется. А все потому, что парик на метру слетает, и на кочках ставная челюсть вываливается. Когда это продолжается достаточно долго, ну, я не про челюсть уже, а про желание, которое не исполняется, то, как и физическая болезнь, это может превратиться в хронику и начать доставлять фоновое страдание, которое мы, скорее всего, уже не различаем. И начинаем называть такой вот общей фразой. Жизнь говно. Это как давняя боль, которая уже вовсю резонирует в правую половину тела. И ты лишь по старой памяти можешь вспомнить, что все началось с неудачно потянутой мышцей, когда чихнул. А что? 39 – это вам не 19. Чихать надо аккуратно. А то можно и кровоизлияние в мозг схлопотать. Так и в душевных страданиях. Ты просто считаешь, что жизнь – говно. И лишь по старой памяти помнишь, что ты хотела ребенка, а ты хотела Mercedes-Benz S-класса. Но не получилось. Это нереализованное желание уже начало резонировать во всю твою жизнь, во все сферы. И как метастазы пустило свои корни и в отношения, и в карьеру, и в хобби. Видите, какие мы важные вопросы затрагиваем. А ты еще не хотел видео смотреть. Второй путь получения боли мы назвали его «жесть». Это вариант непрошенного гостя. То есть мы получаем, но то, чего не хотим. Его никто не звал, а он приперся. Ракета прилетела в дом. Хорошо, если убила. А если жил остался. Вот и непрошенный гость на порог. Вот и жизнь круто поменялась. Поменялась намного быстрее, чем даже твое сознание, способное переварить. И потому к утрате материальных вещей примешалось непонимание, а что делать дальше. Страдание от того, что мы получили то, чего не хотели. Третий пункт. Это степень градации страданий. Например, неудавшийся отпуск, которого вы так долго ждали, на который копили деньги, причиняет разочарование и некоторое страдание, если так можно сказать. Но согласитесь, что это гораздо менее больно, чем срыв беременности на третьем месяце. То есть понятное дело, что мы ежедневно можем испытывать стрессовые ситуации. Но большинство из них досаждает нам не больше, чем зернышки внутри ягод малины. А кто-то другой, например, вообще может совершенно не париться по поводу срыва беременности. Может даже обрадоваться. И вот тут мы автоматически подходим к четвертому пункту, который дает нам понять, что у страданий нет эталонной шкалы абсолюта. Их невозможно как-то классифицировать. Потому что то, что для кого-то ужас неоносимой боли, от которой жизнь словно обрывается и пелена застилает глаза, то для другого это вполне решаемая задача. Для того, чтобы нагляднее это показать, стоит вспомнить о детях. Точнее, о нас самих, когда мы были детьми. Вспомните свои самые стрессовые ситуации. Ситуации, которые загоняли вас словно в угол. Которые сковывали, которые в один миг перекрывали будущие и обходных путей. Вы не видели. Вспомнили? Пока вспоминаете, я расскажу вам свой случай. Мы с пацанами играли на улице. Компания была разновозрастная. Мне тогда было около семи лет. Дурачились, какими-то палками перебрасывались. Мяч, по-моему, был футбольный. В общем, всем было весело. В какой-то момент я бросил палку так, что она как-то полетела не по той траектории, что я планировал. И угодила мальчику в голову. Он был младше меня, но года два. А в детстве это особенно разница ощущалась. Естественно, что он был слабее, худее, ниже. Естественно, тут же начал реветь. Я сам был в шоке. Подошел его старший брат. И огня повел его домой. Они шли по улице под непрекращающийся рев пацана. Который в окружении высоток, эхом. Такое ощущение, что резонировал уже в моей голове. Все. Сказал бы я сейчас. Ну, просто тогда слов таких не знал. Но мои внутренние ощущения это слово передало бы весьма точно. Я в панике побежал домой. Мысли по дороге путались. Желание было только одно. Побыстрее добраться домой. Остановился я лишь под журнальным столиком. Дома. Мой брат несколько удивился такому моему поведению. Но тут же смекнул, что я что-то там натворил. Правда, все его попытки вытащить из меня информацию успехом не увенчались. Присадил я под столиком не менее получаса. Все время ожидая звонка в дверь, что меня придут убивать. Я не шучу. Я именно так и думал. Что месть старшего брата не заставит себя долго ждать. Все, что я успел сделать, это дать моему брату короткие инструкции. Если позвонят в дверь, скажи, что меня дома нет. Что? Небось ржете там? Ну, мне и самому сейчас, честно говоря, смешно. А теперь вот возьмите просто эту ситуацию и подставьте данные события под жизнь взрослого человека. Немного изменив, там, не знаю, обстоятельства, имена, героев, их возраст. Ведь по сути, тогда ничего не поменяется во внутреннем мире человека. И стресс будет такой же, как и у семилетнего ребенка. Так вот, возвращаю вас к моменту, когда я начал рассказывать свою историю. Я говорил про четвертый пункт, который состоит в том, что у страданий нет эталонной шкалы абсолюта. И тогда я сказал, что для того, чтобы нагляднее это показать, стоит вспомнить о детях. Точнее, о нас самих, когда мы были детьми. И случись такая же ситуация со мной, но сейчас уже взрослым, я бы, вероятно, тут же подбежал бы к ребенку. Ну, проверил, все ли с ним в порядке. Если травмы нет, то утешил бы его. И всячески попытался, ну, как-то загладить свою вину. Если надо, то отвез бы его в больницу, ну, или домой к родителям. То есть ситуация неприятная тоже, но вполне решаемая и довольно быстро. Я эту историю рассказал к тому, что все мы с вами немного разные. Вроде бы люди все, но разные. И то, что для одного стресс, боль и страдания, то для другого вообще пустяк. Например, я совершенно не переживаю, что меня никто не зовет замуж. Но переживаю, что я не могу разбогатеть. А девчонка из соседнего дома, моя соседка Анжела, плевать хотела на деньги, но ей подавали фату, обручальное кольцо, и она страдает от того, что замуж не зовут ее так долго. Ведь скоро ей уже девятнадцать. Или вот второй пример из какой-то книги детской, уже не помню даже какой. Две мамы ночью родили в роддоме. Увы, у обеих роды прошли неудачно. Как результат, одна убита горем и не знает, как жить дальше, а вторая, отпив в глоток кефира, говорит, подумаешь, рожу еще. Как так? Так, две совершенно одинаковые ситуации, как две капли воды. Только для одной горе не горе, а для второй мир обрушился, и как дальше жить, она не знает. На данный момент мы с вами выяснили, что мы все страдаем. И что боль может быть физическая и душевная. И что она к нам приходит двумя путями. Либо не получаем желаемого, либо наоборот приходит само то, чего мы не хотим. Само собой, что наши страдания или стрессы могут быть разными по силе восприятия. И что самое главное, это сугубо индивидуальная штука. Ученые говорят, что в физической боли заложен важный механизм выживания. Философы говорят, что наш мир дуален. И что в плохом тоже есть польза. Религия говорит, что страдания даны нам не просто так. И что Бог не даст нам больше испытаний, чем мы способны вынести. Но неужели такое может быть, что страдания полезны? Давайте-ка вернем чуть глубже этот вопрос. Ученые говорят, что боль и страдания служат биологическими сигналами, которые предупреждают нас о вреде и мотивируют избегать опасных ситуаций. Этот механизм важен для выживания и эволюции. Ну с этим вроде бы все понятно. Сунули пальцы в розетку, поправили прическу, поняли, что такой вариант вам не нравится, щиплет, а потому стали избегать таких манипуляций. Логично? Да. Второй пример. Парень оказался мудилой, был абьюзером и в итоге изменил вам с другой. Он был высокий, рыжий и прихрамывал. Включился защитный механизм избегать таких вот чертей. Проней. А я что сказал чертей? Если ситуация повторилась, но с пухленьким шатеном, а затем и с накачанным блондином, то включается защитный механизм на весь род мужской. Увы, но так работает наша реакция на боль. Она позволяет быстро превратить негативно пережитый опыт в навык. С этим вроде бы все понятно. Но что делать, когда боль, то есть страдания, повторяется очень часто, и ее не получается избегать. Врачи называют это хроникой. Слышали? Он кашлял, кашлял, не долечился, и у него теперь хронический бронхит. Эмоциональные страдания, когда они длятся слишком долго, рискуют стать хроническими. В народе это называется депрессией и стрессом. И какая тут к синем собачьим польза, спросишь ты? А ученые отвечают, что хронический стресс, хотя и может привести к страданиям, но также служит адаптационным механизмом, который помогает организму приспосабливаться к изменениям в окружающей среде. Расшифровываю этих заумных британцев. Вечно что-то как напишут, хоть стой, хоть падай. Значит, если обстоятельства жизни таковы, что вы не в силах изменить их, и они длятся так долго, что рискуют перерасти в хронику, то включается новый защитный механизм, который позволяет адаптироваться к стрессу. Объясняю на пальцах. На ваших глазах человеку отрезали пальцы. Но я же сказал, что объясню на пальцах. Ваша реакция. Вас стошнило, закружилась голова, началась истерика. Месяц не могли прийти в себя и оттого не посещали практику в медвузе. Но! Теперь вы полевой доктор и на передовой. И ампутация конечностей для вас ежедневное занятие. Что прикажете делать организму? Каждый раз блевать? Ну, во-первых, будет обезвоживание организма, во-вторых, заражение ран пациентов. Ваше тело поняло это раньше вашего сознания и начало включать защитный механизм. То, что рисковало быть стрессом, переросло в адаптацию к жестокой реальности. В народе, если вы не врач, то таких людей называют толстошкурой, чурбаньеотесаной и сухарь. Полезно? Тьфу! Спрашиваешь. Жизненно необходимо? Ага. Значит, разобрались. С хроникой тоже. И если на ваших глазах режут пальцы уже не первый раз, то для того, чтобы вы не сошли с ума, ваше тело вынуждено будет защитить вас, сделав вас пофигистом. Увы, это механизм. Он не хороший и не плохой. Он просто есть. А потому работает в обе стороны. И в сторону врачей, спасающих жизни, и в сторону убийц, забирающих жизнь. Давайте отойдем от медицины и вернемся к мудакам, изменяющим своим женам. Пацаны, не обижайтесь, девчонки такие же. Так вот, что делать, когда это случается уже больше, чем один раз? Вам-то и первого раза хватило. Еле на таблетках выжила. А тут опять. Организм воспринимает это как повторяющийся паттерн и включает защитный механизм. Слезы не лить, ему не писать, о нем забыть, не вспоминать. И потому на пятую измену реакция совершенно не такая, как на первую. Кстати, стоит сказать, что есть и психологические причины, вызывающие страдания. Я бы их назвал ментальными конструкциями. То есть это некие наши взгляды на жизнь, убеждения, вросшие в нас точки зрения. Например, излишний перфекционизм. Встречали таких? Я знал одного парня, вы его тоже знаете. Вова. Прожил 30 лет и не знал, что молоко может быть не на своем месте. Пока не женился. Ну, кроме шуток. Ну, ладно, когда это медицинский диагноз, но когда это внутренние установки, это другое дело. Причем очень часто они идут рука об руку со странным ощущением собственной правоты. Рубашку правильно носить вот так, ножи нужно складывать вот так, это блюдо надо есть со сметаной, настоящие портьеры должны быть только бордовыми, муж должен свозить меня летом в отпуск. Знакомо, да? Именно свозить. Я не ошибся. И как вы понимаете, страдает в первую очередь сам перфекционист. Ибо мир под себя не переделаешь. И когда я говорил про ментальные конструкции, то я имел в виду и ряд других въевшихся установок, попытка следовать которым вызывает страдания. Социальные причины также могут быть источником страданий. Ты родился не в той семье, не в том городе, не в той стране. Живешь не в таком хорошем доме, не на такой освещенной и зеленой улице. Короче, бедность, дискриминация и отсутствие доступа к ресурсам способствуют страданиям. Если вы такой же древний, как и я, и смотрели Беверли-Хиллз, то знаете случай с Брайуином, или как там его, который за одно лето подрабатывая в кафе, смог купить себе фортмустанг. Я тогда смотрел и страдал, потому что понимал, что в моей стране это невозможно. Ожидания общества и социальные нормы также могут вызывать стресс. Что это такое? Например, до 25 лет не вышла замуж. Отстой. До 30 лет не родила. Отстой. Не получила высшее образование. Отстой. Живешь с родителями. Отстой. Жена старше тебя. Неправильно. Социум создает рамки. И когда ты выбиваешься из нормы, ты очень быстро ощущаешь давление и начинаешь страдать. Поначалу тихо, а потом голос все усиливается и усиливается. Меня, например, в детстве разнили жидом и обзывали. Я никоим образом не мог себя причислить к евреям, но давление общество ощущало. И как по мне, несправедливо. Плюс дома мама поливала масло в огонь, вынося папе мозг. Вот я тебе говорила, надо было фамилию поменять, надо было мою брать или матери. Смотри, у меня тем прохода не дают. Итог. После получения паспорта я подал документы на смену фамилии. Почему? Давление общества. Да, давление общества могут вызывать стресс и страдания, особенно когда индивиды чувствуют, что не соответствуют этим ожиданиям. Или такие слабенькие, как я. Стоит сказать, что среди причин, вызывающих страдания, может быть и философский взгляд. Сюда же, кстати, я бы добавил и религию. Сейчас объясню, почему. Во-первых, религия сама по себе в своих догмах способна создавать определенные паттерны, ментальные конструкции, рамки, социальные условия, которые заставят человека страдать. Чего только стоит фраза «Kinderkühe kirche», что с немецкого переводится как «Дети, кухня, церковь». Как вы думаете, кому ее говорили? Верно, женщинам. Почему? Потому что религия навязала такую точку зрения. Страдали женщины из-за такой позиции? Да, место женщины на кухне и дома с детьми. Ну, по воскресенье можешь в церковь сходить, свет белый посмотреть. Я же не изверок какой-то. Кто-то такой роли был рад, а кто-то страдал, не имея возможности вырваться из путь религии. Вот философия предлагает иной вариант, в отличие от религии. Потому что философский взгляд на страдания часто связан с осознанием свободы выбора и ответственности за свои действия. Ну, мол, у тебя же есть свобода воли и нагружает тебя ответственностью. Как бы говоря, ты сам в ответе за все происходящее с тобой. И тут же хочется сделать чик-чик, я в домике и сказать фразу киндер-киухе-кирхе. Так проще. Не давите на меня моей же свободы выбора. Ничего не хочу выбирать. Стресс? Стресс. Страдания? Да. Религия зажала в рамки страдания. Философия наградила свободы выбора. Тоже страдания. И куда ж нам бедненьким податься? Коль мы с вами только что говорили о философах, то, например, Виктор Франкл утверждает, что нахождение смысла в страданиях может семягчить его воздействие. И что-то в этом есть. Коль мы не можем убрать причину, ну, разобрались ведь уже, что не можем, страдания не будут, то мы можем искать в этом какой-то смысл, когда мы его найдем, то он сработает, тут же открыл нам путь. То есть, когда мы буквально находим для самих себя внутреннюю причину смысла в происходящих с нами страданий, звучит бредово, но может сработать и облегчить нашу участь. Приведу вам глупейший пример, но мне он почему-то кажется рабочим вариантом. Смотрите. Даю себе пощечину. Слабо? Ну, могу вот так. Могу еще сильнее. Вы замечаете, что мне, в общем, как-то пофиг, хотя я бью сильно. А что будет, если такую же по силе пощечину я получу от своей жены? Больно. Хорошо, что у меня нет жены. А если отец мне так же зарядит? Черт возьми, обидно. А если начальник на работе? Слушайте, как много людей вокруг меня меня окружает, которые меня ненавидят. Вы поняли, что произошло? Когда я в своей голове нахожу причину, почему боль и страдания есть, то мне почти не больно. Вот тот случай, когда я бил сам себя, чтобы вам продемонстрировать. Но когда это поступает от другого человека, не ржите меня четверо. Другой пример. Если ты изменил и прилетела смачная, такая пощачина, ну, кроме всего прочего, да так что аж уши завернулись. Больно? Неа, тоже не больно. Как так? Что за чертовщина? Потому что мы знаем, что это справедливо. То есть, как говорят философы, мы нашли причину наших страданий. Слушайте, а эти философы, как я погляжу, не глупые люди. Посоветовать найти в наших страданиях смысл, это мудро. Но будьте внимательны, абьюзеры готовы додавать вам по щам, не дремлют. И когда пронюхают вашу попытку адаптироваться к страданиям, то непременно сядут вам на шею. А потому давайте этот вариант применять лишь к тем крайним условиям, когда мы не можем изменить обстоятельства. Как, например, спокойные реакции на воздушные тревоги миллионов украинцев, о чем мы можем даже не актуально читать. Напоминаю, что мы сейчас в разделе «Есть ли польза от страданий?» И вот что говорят врачи. Страдания могут помочь развить стойкость и способность преодолевать трудности. Люди, пережившие трудные времена, часто становятся сильными и устойчивыми к будущим испытаниям. Простейший пример. Дети с трудным детством. Они легче будут переносить трудности во взрослой жизни. Ну, наряду вообще с проблемной жизнью. Но трудности будут переносить легче. Вторая сторона состоит в том, что личный опыт страдания может сделать людей более чувствительными к страданиям других. Пережив какое-то горе, человек улучшает свою эмпатию и теперь лучше понимает того, кто оказался или был в подобной ситуации. Наверняка, вы сталкивались с фильмом, где главный герой страдает и вот не находит утешения. Но рядом оказывается друг, который говорит «Как я тебя понимаю? Я прошел точно через такой же ад». Знаешь, что помогло мне справиться? И затем он раскрывает какой-то ключевой аспект. В жизни все работает так же. Возможно, даже среди ваших знакомых есть люди, которые с особым состраданием относятся к бездомным животным. Расскажу вам личный пример, который помог мне стать более сострадательным. Так случилось, что я вырос довольно-таки жестоким человеком. С детства я не считал животных за полноценных живых существ и мог с легкостью мучить котов или ударить козу или пнуть собаку. Вспоминая свои некоторые выходки, я бы так вмазал самому себе, окажись тогда рядом. Но лет 7 назад случилось, что бездомная кошка к нам на участок принесла троих котят. Сам того, не замечая, я взял над ними шерство. Сделал из них домашних. Ухаживал за ними. Ну, в общем-то, не в пример самому себе. Спустя пару лет произошел несчастный случай с одним из моих котов. На него напала, по всей видимости, собака. Сильно поранил его, так что он, сам удивляясь, чудом добрался домой, глубочком свернулся и тихонечко ожидал, когда он умрет. Через полчаса, как только я узнал, естественно, я уже был в клинике. Длительная операция, удаленные ремки, вот такая вот огромная дыряха в брюшной полости. Потом реабилитация. Я каждый день возил его в соседний город на процедуры. Через две недели научился сам делать перевязки. Было в промежутке еще парочка операций, потому что некроз постепенно съедал кожу, ее нужно было обрезать, удалять. Денег просто не хватало. Продал четыре аудюшных диска 18-го диаметра, которые я вот незадолго до этого весной купил, чтобы поставить на машину. Эти деньги выручили. Я был горд своим поступком и рад переменам, что во мне произошли. Я смог спасти жизнь коту. Через пару месяцев поверхность кожи наросла снова, а еще через полгода и шерстью. Стоит ли говорить, что этот случай навсегда изменил во мне отношение ко всем животным, не только к котам? Я, по своей врожденной природе, довольно-таки сухой и жестокий человек, смог развить в себе хоть немного эмпатии, благодаря этому замечательному коту. Точнее, страданию, через которое он и я вместе с ним прошли. Знаю, что мой пример не самый показательный. В жизни людей случаются более какие-то трагичные ситуации. Но главную мысль я вам передал. Пережитое страдание помогает развивать эмпатию, увеличивает способность к состраданию и улучшает межличностные отношения. Если копнуть еще глубже, то пережитое горе способствует личностному росту и саморазвитию. Почему? Потому что страдания могут побудить человека искать ответы на глубокие вопросы о смысле жизни, о Творце, о своем месте в этом большом мире. И как результат это может привести к духовному росту и в итоге, я считаю, в более счастливой жизни. Если страдания не индивидуальны, а коснулись какой-то целой группы людей или, как в случае с нами, украинцами, целой нации, то коллективное переживание страдания, такие как стихийные бедствия или война, может сплотить общество и улучшить социальные связи, что, собственно, и произошло. Это было особенно видно в первые дни войны, поскольку оно очень сильно контрастировало с нами еще вчерашними. Многие из нас пересмотрели свои ценности, свое отношение друг к другу, к материальным вещам. Волонтерство приобрело настолько массовый характер, что мы не мыслим, что может быть как-то по-другому. И все это произошло одновременно с очень большой группой людей. Мало того, такие страдания могут стать неким катализатором, как спичка зажигается для социальных изменений, приводя к улучшению условия жизни и справедливости. Когда начинают приниматься новые важные законы, устраиваются какие-то институты, организации, которые без стресса и боли никто бы даже и не думал создавать, никому бы в голову не пришло. Еще важный аспект, почему страдания могут быть полезны, правда, это очень тонкая грань и не сразу очевидная, попробуйте ее уловить. Страдания могут рассматриваться как способ искупления грехов и очищения души, а я бы сказал способ очищения совести. Сюда, конечно же, можно включить и осознанную аскезу, но которую человек сам выбирает. Но все же это немного не то. Тут скорее надо осознание в моменте, что происходящее со мной не просто так. Я когда-то накосячил, и теперь переживаемые мною страдания очищают мою совесть. Вы уж простите меня, эгоиста, но я снова вам расскажу о личном примере, про своего кота. Дело в том, что когда я вам о нем рассказывал, то за несколько лет до появления этого кошачьего семейства в наш дом пробрался бездомный кот. Мою попытку вытащить его из-за холодильника он воспринял как нападение. Впился мне в руку и со всей силы сомкнул челюсть вокруг ладони. При этом задними лапами пытался еще и снять кожу аж до локтя. Все случилось совершенно неожиданно за доли секунды. И мне стыдно сейчас и больно говорить об этом, но кота я убил. Давайте без подробностей. Прошло уже больше 12 лет. Я до сих пор помню все это как вчера, все в мельчайших деталях. Так вот, когда я возился с лечением уже своего кота, то я вспоминал того убитого. Когда я каждый день возил своего кота на перевязку в клинику, когда я тратил все деньги, я внутри был уверен, что все происходящее из-за убитого кота. И с совестью я ощущал, что мне надо вот в лепешку просто разбиться, но спасти своего страдальца, чего бы мне это не стоило. Кстати сказать, в подобной перенряге он был, ну, вот уже дважды. В трое раз хуже и дольше, и потому именно этот пример я и взял. И этот случай я рассказал вам и до сих пор не знаю. Оставлю я его или удалю при монтаже, потому что мне на самом деле очень стыдно за свой поступок. Пожалуйста, относитесь к животным с любовью и заботой. К чужим тоже. Возможно, и в вашей жизни есть пример, когда происходящее с вами горе вы расценивали как искупление за ваши грехи или косяки. И от такого осознания становилось легче. Ну и судя, в принципе, по моим внутренним ощущениям, это вообще хороший механизм, чтобы пусть и немного, даже немного, но обелить свою совесть. Попытаться создать внутри себя словно чистый лист. В разрезе нашей темы такое осознание облегчает страдания. И в заключение скажу еще о таком пункте. Напоминаю, что мы все еще говорим о пользе страдания. Так вот, страдания часто является источником вдохновения для великих произведений искусства, литературы и музыки, обогащая культуру и наследие человечества. Многие писатели, музыканты, поэты, художники создавали величайшие шедевры. Только благодаря пережитым или в моменте переживаемому горе эти страдания они словно нашли выход в нотах или в рифмах стихов. Я, кстати, думаю, что девушки меня прекрасно понимают, потому что многие из них знают, какой потрясающий глубинный стих можно сочинить, страдая от неразделенной любви. Я бы даже сказал, что в определенных сферах страдания могут стать движущей силой развития и прогресса, убирая то, что не нравится и наоборот стремясь к тому, что нравится, но чего пока еще нет. Идя по своему пути сквозь боль и страдания мы развиваемся в определенной области или сфере будь то карьера, саморазвитие или отношения с близкими людьми. И таким образом страдания они двигают нас вперед. Есть ли иной способ двигаться вперед? Да, любовь. Но, вероятно, это совершенно иной уровень развития, до которого мы не дошли глобально. Поэтому давайте пользоваться тем, что, увы, страдания есть, их не умрать. Хотя они неизбежно связаны с болью и дискомфортом, но могут иметь значительные положительные аспекты, способствуя личностному, духовному или социальному росту. Страдания могут быть преобразованы в мощный ресурс для самопонимания, для эмпатии, для поиска смысла жизни, вот лично, твоей, с чем я вообще живу. Преобразование страданий в помощника это процесс, который требует времени, терпения, осознанности. Ну просто посмотрите, вот один такой ролик будет точно недостаточно. Принятие страданий, поиск смысла страданий, пересмотр перспективы, личностный рост, все это может помочь вам использовать страдания как инструмент для улучшения своей жизни. Это не означает, что страдания исчезнут, но вы сможете найти в них силу и возможность для трансформации. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok